МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! И снова чрезвычайная ситуация в нашем эфире. И снова о самом злободневном на канале Беларусь-4. Тема сегодняшнего выпуска – сезонная, трагилетняя. Это буквально означает, что с наступлением тепла неминуемо, согласно статистике, приносятся жертвы на дорогах страны. Молодая горячая кровь на бешеные скорости несется к своей кончине. Эта весна уже стала последней для нескольких мотоциклистов Гомельщины. С начала года в целом по стране погибло 10 байкеров. Но что служит причинами трагедии и как ее избежать? Об этом мы будем говорить в течение всего сегодняшнего выпуска. Эти кадры с видеорегистратора, выложенные в Ютуб, в течение первых нескольких часов посмотрели многие. На видео чудовищные последствия встречи скутера и грузовика МАЗ на автодороге Калинкович и Мозырь. По уточненным на месте данным, ситуация в момент трагедии разворачивалась следующим образом. Молодые парни на скутере Хорс решили обойти грузовик справа по ходу движения. То есть совершить такой маневр, при котором потребуется выезд на придорожную полосу. Вероятно, водитель мопеда даже предупредительно снизил скорость, чтобы увереннее вести свой транспорт по гравийному покрытию. Но он никак не мог предугадать, что сразу за грузовиком уже на обочине наскочит на пешеходов. Пытаясь уйти от наезда, скутер ушел налево, прямо под колесом многотонной машины. Говорят, что смерть мальчишек была мгновенной. В результате дорожо-транспортного происшествия сам мопедист и его пассажир погибли под колесами лесовоза. А также причинены травмы пешеходу. Стоит заметить, что пассажиру мопеда на следующий день исполнилось бы 16 лет. К сожалению, неумолимая статистика не оставляет пробелов в графе смертность среди велосипедистов. За этот год таковых насчиталось два факта. И практически во всех случаях по вине самих велосипедистов. Грубейшее нарушение требований правил дорожного движения и элементарная невнимательность на дороге стоила людям жизни. И в этой связи отнюдь не лишним будет еще раз рассказать об обязательных требованиях к двухколесным участникам движения. Велосипедисты Кстати, нередки случаи, когда велосипедист сохраняет жизнь и здоровье, но лишается своего двухколесного транспорта. А сам велосипед уже из статистики ДТП переходит в оперативную милицейскую сводку в графе кражи «Тайное хищение имущества». Одно из требований правоохранителей для профилактики и предупреждения таких преступлений – постановка велосипедов на специальный учет. Необходимо свое двухколесное транспортное средство поставить на учет в госавтоинспекции. Для этого необходимо обратиться к любому сотруднику госавтоинспекции, который работает на линии, или же обратиться в регистрационный отдел госавтоинспекции. Минувшие выходные показали армию велосипедистов во всей красе. Такого зрелища в Гомеле еще не видели. Сотни любителей велопрогулок просто заполонили центральные улицы. Пожелаем им счастливого пути с обязательной остановкой в регистрационном отделе ГАИ. Счет ранее украденных, но возвращенных владельцем велосипедов благодаря регистрации велотранспорта уже идет на тысячи. Утомленное солнцем. Перетянутые черной пленкой, завешанные полупрозрачными шторками. Зачастую они не способны разглядеть, что происходит за их рукотворной завесой. Борьба с самодеятельной тонировкой – это не прихоть госавтоинспекторов, а скорее жизненно важная необходимость. Лет 15-20 назад, во времена поголовного обтягивания стекол черной пленкой, именно тонировка была одной из самых массовых причин ДТП. Потом общими усилиями на дорогах правоохранители вывели автолюбителей из сумрака, а заодно ввели ряд законодательных норм и административную ответственность за их невыполнение. Мы проверили, кто смотрит на закон в полглаза через непрозрачные стекла авто. Пятница, вечер, час пик на участке площадь Ленина, улица Пролетарская. Дорожный трафик в оба направления за секунду предельный, сразу два авто. Общественный транспорт получает зеленый коридор только при помощи автоинспектора. На главной полосе его не хотят замечать, вероятно, в том числе из-за непрозрачных стекол. Осталось выяснить, насколько это незрячесть, так сказать, законно. Это изыски завода-производителя или местечковый самодел? Согласно приложению правила дорожного движения, приложению четырех правил дорожного движения, пленочная установка пленочного покрытия на автомобилях запрещена. Причем всех пленочных покрытий. Допускается только установка шторок на заднем стекле автомобиля при наличии двух зеркал заднего вида. Допускается установка шторок на автобусах. В том же пункте указано, что запрещена установка дополнительных приспособлений, предметов, которые не предусмотрены заводом-изготовителем. Это относится и к шторкам, и к присоскам. Согласно части 3 статьи 18.12, минимальные санкции за данное нарушение составляют полбазы величины. По данной статье имеется повторность. То есть в течение года, если лицо уже было подвергнуто наказанию по тонировке, то в отношении этого лица выносится постановление по части 9, статье 18.12. Минимум там две базы величины. Примерно в течение получаса экипажем ДПС было остановлено полдюжины авто. И только один был отпущен без штрафа. Брутальный внедорожник из Баварии имел прирожденную слепоту от завода-производителя. Его старший брат более ранней серии, наоборот, обращик самодеятельности владельца. Кстати, как выяснилось, уже не в первый раз, поэтому штраф по максимуму за повторное нарушение в течение года. Впрочем, проверяли не только затемненность стекол. Страховка гражданской автоответственности. Слишком часто наши водители стали о ней забывать. С 1999 года введен указом президента номер 8 обязательно страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. На этот момент этот указ претерпел изменения и включен в ответственность в Кодекс об административных нарушениях. Если водитель будет задержан за управление транспортным средством, не имея страхового свидетельства, значит, будет оштрафован штраф равен 5 базовым величинам. Если водитель совершит дорожно-транспортное происшествие, штраф 10 базовых величин. Между тем, в случае мелкого дорожно-транспортного происшествия без страховки не разъехаться. С недавнего времени закон позволяет обойтись без участия госавтоинспекции при ущербе до 400 евро. Люди могут самостоятельно решить конфликтную ситуацию и не перекрывать и без того узкие дороги наших городов. Форму протокола ДТП им обязаны предоставить страховые компании. Остальное – вопрос элементарной водительской этики и расторопности участников ДТП. Наличие страхового свидетельства для участников ДТП, наличие водительского устремления, трезвое состояние обоих, участие не более двух транспортных средств, а также наличие страхового свидетельства. В этом случае водители составят соответствующий протокол и, если ущерб не превышает 400 евро, могут обратиться в страховую компанию. В случае, если все эти условия выполнены и произошло все-таки обращение по каким-то другим условиям, то сотрудники ГАИ отреагируют в соответствии с нормами закона и не будут наказывать за оставление места ДТП. Немного статистики в ленту новостей. С начала этого года за незаконную тонировку к ответственности было привлечено порядка 2500 автовладельцев нашего региона. Нежелающих обозначать себя светоотражающими элементами пешеходов насчиталось в три раза больше. Откровенно пьяных пеших участников движения за этот же период на дорогах было выявлено более 1700 человек. И еще, только по трехдневной выборке жаркой апрельской статистике к ответственности привлечено 75 мотоциклистов и 155 велосипедистов. И снова о мотоциклах. Наряду с тонировкой и страховыми свидетельствами участников дорожного движения у госавтоинспекторов сегодня повышенное внимание к мотоциклам. И дело вовсе не в красоте или уникальности отдельных байков. Часто случается, что иного железного коня на скаку не остановить, а сам он хуже – пылающей избы. Мото-Франкенштейны, собранные из нескольких байков – это абсолютно реальная угроза для всех участников движения. Во дворе областной госавтоинспекции есть несколько площадок хранения для авто-мототранспорта. Нетрудно догадаться, что за каждым мотоциклом или машиной своя не самая лучшая история. Многие владельцы вместе с жизнью лишились этого транспорта. Другие потеряли своих железных коней из-за грубого нарушения закона. В том числе, благодаря псевдоноваторству, когда в конструкцию транспортных средств носятся недопустимые с точки зрения безопасности изменения. Сейчас в госавтоинспекции проводится ряд мероприятий, направленных на то, чтобы не допустить к участию в дорожном движении мототехнику, которая не соответствует требованиям нормативно-правых актов. В частности, производится отработка гаражных кооперативов, стоянок с целью выявления мототранспорта, который не зарегистрирован в установленном порядке, а также претерпел модернизацию или какую-то переделку. Это больше, конечно, касается мотоциклов советского производства, где рама от одного вида мотоцикла, двигатель от другого и так далее, сборка, которая небезопасна для участия в дорожном движении. За изменение конструкции мотоцикла законом предусмотрена ответственность предупреждения либо штраф. В случае, если водителя с таким нарушением задерживают повторно, штраф ему грозит автоматически, никаких разговоров и увещеваний. А сумма санкции значительно вырастает до пяти базовых величин. Если же водитель управляет мотоциклом без установленного регистрационного знака, то и здесь без предупреждений. А штраф начинается от десяти базовых величин. Другая тема – это безответственная езда и на мотоциклах, и на авто. Да, может быть, с технической точки зрения, и там не все в порядке. Только вот штраф выписывать уже некому. Погиб человек. Так произошло глубокой ночью под Жлобином с водителем автомобиля Ford. С начала текущего года на территории Гомельской области было зарегистрировано порядка десяти подобных случаев. Хочется обратить внимание водителей и всех участников дорожного движения на то, что садятся за руль. Пожалуйста, будьте внимательны на дороге, соблюдайте необходимую дистанцию до ближайшего автомобиля. Не садитесь за руль под действием каких-либо препаратов, либо в утомленном состоянии. Берегите себя и свою жизнь. 30-летний гомельчанин, студент одного из вузов областного центра, глубокой ночью ехал по автодороге Минск-Гомель. Как следует из протокола, двигался по сухому, заасфальтированному прямому участку магистрали с необходимой разметкой и дорожными знаками. По данным осмотра места ДТП, водитель Форт Мондео неправильно выбрал скорость движения, не сориентировался в дорожной обстановке и на полном ходу врезался в трактор с прицепом. Последний на небольшой скорости двигался в попутном направлении. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Тракторист местного сельхозпредприятия не пострадал. Сотрудники различных правоохранительных и спасательных подразделений утверждают, что самые тяжелые последствия для жизни и здоровья людей возникают именно в дорожно-транспортных происшествиях. Последствия эти чаще всего необратимые. Чтобы осознать смысл этих слов, достаточно посмотреть на искореженный, искромсанный в авариях транспорт. Берегите себя и своих близких. Сохраняйте свою ситуацию в статусе «нормально» и «никогда чрезвычайно». Редактор субтитров А.Семкин